У вас точно есть этот диагноз. Если вам за 45 с хвостиком, если у вас головная боль, головокружение, вдруг, не дай бог, начали что-то забывать, стали хуже справляться с профессиональными обязанностями, точно есть этот диагноз. Имя ему — хроническая ишемия головного мозга или дисциркультурная энцефалопатия. Диагноз, который, в принципе, так распространен в Российской Федерации СНГ, что хоть святых выноси. Любой невролог, да и не только невролог, и не только врач готов поставить этот диагноз. У меня что-то с сосудами, их надо лечить. И вот начинает пить. Разные таблетки, препараты, травы. Занимается черти чем, а ВОЗ индини там. Хорошо. А что говорит ВОЗ? Вернее, что говорят в международной классификации по этому поводу? Дело в том, что в международных классификациях существует такое понятие, как болезнь малых сосудов. Вот он-то и используется в обозначении хронической ишемии мозга или, как любят говорить в Российской Федерации, дисциркультурная энцефалопатия ДЭП. Почему о нем говорят? Действительно, есть огромная часть людей, у которых на фоне разных проблем, об этом будем говорить чуть позже, возникают проблемы с малыми, с мелкими сосудами в головном мозге. Поясню. Есть сосуды крупные, скажем, аорта, сонная артерия. Это сосуды, по которым мчится кровь в головной мозг, несет вместе с собой кислород, питает мозг. Но в структуре паранхема мозга есть мельчайшие сосудики, которые имеют колоссальное значение и роль. И вот если у человека возникают проблемы именно на этом уровне, вот тут жди беды. Жди беды. Появляется та самая пресловутая хроническая ишемия головного мозга. Самым главным симптомом, который связан с этой самой болезнью малых сосудов, является когнитивное расстройство, когнитивные нарушения. То есть это расстройство памяти, внимания, концентрации внимания, сложности с профессиональными обязанностями. Причем на первых этапах все симптомы минимальны. И человек может их вообще не замечать. Очень важно, я это еще раз повторю, что первым симптомом, самым важным в хронической ишемии мозга являются когнитивные нарушения. Вот все остальное, головная боль, головокружение, остыния, может вообще не относиться к хронической ишемии мозга. Вообще. Головная боль может быть связана с мигренью и головной боль напряженного типа. А головокружение с доброкачественным позиционным головокружением. Кстати, на эту тему у нас есть несколько роликов на YouTube-канале. Посмотрите, не поленитесь, пожалуйста. Когда мы говорим о ДЭП, о ХИМ, когда вообще надо ставить этот диагноз? Я как-то был поражен, когда увидел в амбулаторной карте диагноз дисциркуляторной энцефалопатии у пациента 30 лет от роду. Ну, это вообще нонсенс. Проблемы с малыми сосудами начинаются с возрастом. Почему? Дело в том, что есть очень важные моменты. Первое — это атеросклероз. И второе — это артериальная гипертензия. Так уж получается, что изменение сосудов происходит из-под воль, постепенно, и нарастает с течением лет нашей жизни. На этапе молодого среднего возраста вообще многие моменты подобного рода не будут замечены человеком, потому что очень мощные компенсаторные возможности. Мозг справляется с перегрузками, все здорово, все хорошо, но стоит только сорваться вот этой ауторегуляции мозгового кровотока, когда у человека появляются гипертонические кризы один за другим. Да он еще и не лечит свою артериальную гипертензию. Вот тут жди беды. Появляются проблемы с малыми сосудами. Что делать, об этом мы поговорим в следующем ролике.